Всем привет! С вами Виктор Тарануха и в эфире легендарные новости. Именно здесь вы найдете свежие и сочные новости, слухи и сплетни прошедшей недели из мира Лиги Легенд. Обязательно смотрите до конца, где вы подробнее узнаете о розыгрыше новых скинов из линейки Духов Цветения. Марк Етер поделился свежими планами на следующий патч. Разработчики сейчас более-менее довольны метой и ближайшее время до Уорлдс будут лишь небольшие правки баланса. Итак, давайте посмотрим, что нас может ждать в патче 10.16. Руни Сияющий Плащ снизит ускорение на 5%. Сейчас эта руна берется почти на всех стрелков без разбора, да и в целом на других чемпионов. Все мы используем Самонерки и ускорение передвижения никогда не бывает лишним. Ослабление получат и 10 чемпионов. В Олиберу снизят скорость передвижения с Кью. Синдре сократят урон сферы на 20 единиц к пятому уровню умения. И это, пожалуй, единственный нерв патча, из-за которого обычные игроки вправе возмущаться. Сейчас Синдра не очень успешна в салаку, но вот на про-сцене ее ценят очень сильно. Все остальные чемпионы из списка нерфов также сильны и в обычных играх. Поехали дальше. Ноктюрну на мид ослабят пуш и сустейн, при этом не затронув его лесную роль. Нерфят двух суперсильных чемпионов. Картуса и Казикса. Им снизит урон с Кью. Сату снизит базовый урон с Вшки и Ешки на более поздних стадиях игры. К арме поменяют затраты маны и время перезарядки Кью. Она станет слабее, особенно в ранней игре. Эш сейчас топ-1 стрелок, так что ей нерфят силу в средней и поздней стадии игры, за счет снижения бонусов к скорости атаки. Барду снизят базовое ХП и силу лечения алтарей. Ну а Наутилусу немного подрежут базовый щит. Переходим к бафам. Их получат 15 чемпионов. Зиксу повысят урон усиленной автоатаки. Акали поменяют тип урона Сюрикена с физического на магический. И учитывая, что магической защиты у противника, как правило, меньше, и Акали покупает сапог на магическое пробивание, это действительно баф. Ника увеличит урон с Кью. Вейгару слегка поднимут магическую защиту. Ясуа тоже поднимут магическую защиту, но еще и увеличат урон ультимейта. Фиори снизит базовую перезарядку выпада, а Джаксу – перезарядку вертолета. Эвелине в два раза сократят перезарядку Кью, но удалят механику отката при атаке монстров. Это сделает Эвелину сильнее в драках и может даже поспособствует появлению на средней или верхней линии. Гикариму усилят скорость передвижения в средней и поздней стадиях игры. Скарнеру снизят затраты маны и увеличат урон Кью. Тристане дадут новую механику. Урон бомбочки будет скалироваться от величины крит-шанса. Таким образом, если Тристана соберет 100% крита, бомбочка начнет бить в полтора раза сильнее. Люциану поднимут урон Кушки и ульты, Мисс Фортуни поднимут базовое АД на 2 единицы, Моргане сократят перезарядки Кушки на 1 секунду, ну и в конце Райкон будет бежать еще быстрее при активации ультимейта. Полгода назад мы провели расследование по всем зацепкам и предположили, что будущими героями станут Йоны и персонаж под кодовым названием Фавн. И если в западном комьюнити о Йоны подумали сразу, то к Фавну пришли лишь спустя пару месяцев. И в итоге эта мысль запала в душу многим игрокам. Однако вместо Фавны из леса вышло другое парнокопытное существо – Лилия. Тем не менее, у нас все же есть возможность увидеть, как Фавн могла бы выглядеть в игре. Художник персонажей Эри Ду не просто нарисовал персонажа, а даже сделал полноценную модель. Причем на наш взгляд она очень хорошо бы вписывалась в ряд с другими новыми чемпионами. Ну что тут сказать? Райот, хватайте парня к себе в штат и мутите нам уже Фавна! Далее нас ждет релиз Йоны. Наш обзор немного задержался из-за ограничений на ПБЕ сервере, но ролик мы все же выпустили. Поэтому обязательно его посмотрите, чтобы получить более ясное представление о новом обитателе Ущелье Призывателей. Йоны – это третий чемпион, который сначала появился в рассказах, а затем пришел в Ущелье. Поначалу сценаристы хотели повернуть историю так, чтобы Йоны смог выжить, но это в каком-то смысле обесценивало страдания Ясо. Поэтому Райот захотели продолжить историю братьев, не перечеркивая то, через что прошли герои. Дизайнер чемпионов Джонатан Фуллер рассказал, что изначально они хотели сделать из Йоны Ясо 2.0. И все ради снижения количества Хасаги в игре. Да-да, именно так. Ясо считается самым популярным чемпионом. И если дать мейнерам схожего по стилю чемпиона, то у них появился бы выбор, и игры стали бы немного разнообразнее. Но в какой-то момент стало ясно, что переясуить Ясо невозможно. И тогда команда разработчиков поняла, что Йоны должен быть самобытным чемпионом. Причем касаться это должно не только умений, но и внешнего вида, чтобы не возникало путаницы. Именно поэтому Йоны так отличается от того, что мы могли видеть в карточной Legends of Runeterra. Тем не менее, родство и общая боевая школа все же оставили свой отпечаток. У кушки Йоны есть та же механика накопления зарядов, что и у Ясо. А механики чемпионов отлично дополняют друг друга. Йоны может подбрасывать врагов не только при помощи Q, но и при помощи ульты, которая еще и подтягивает цели, давая Ясо шанс применить идеальный ультимейт. В общем, на старте нам не избежать ботлейна Ясо и Йоны. Так что готовьтесь к этому морально уже сейчас. Вот у них даже есть общая музыкальная тема. Еще одна музыкальная синергия получилась у двух саппортов. Диджей Соны и Духоцветения Трэша. Уж не знаем, задумывали ли Райт это намеренно, но выглядит очень гармонично. Даже с визуальной точки зрения. Правда, одновременно этих чемпионов в своей команде вы, пожалуй, увидеть не захотите. А вот канал Эльдимэрикс сделал новую подборку синергичных реколов. К примеру, психующий от поражения СКТ Олаф и ликующий от победы FPX Ганг Планк. Можно было бы предположить, что это скрытый намек на превосходство китайского региона, но анимацию реколов придумывали сами игроки. Здесь настоящую вечеринку устроили четыре чемпиона в тусовых образах. А вот верховная ведьма Зайра подгоняет Цетта тренироваться более интенсивно. Канал What It Looks Like выявил топ самых ненавистных чемпионов. В наглядной форме он показал, кого предпочитали банить игроки в разное время, начиная с 2014 года. Да, были всплески со всякой имбой, но ненавистная пятерка всегда продолжала удерживать высокие позиции. Итак, пятое место занял Физ. Его средний процент бана составил 21% за последние 6 лет. Четвертое место у Дариуса. Его банили в 33% игр. Третье место у Мастера Е. У него 39%. И второй у Зеда. 44%. Ну а лидирующую позицию занял барабанная дробь... Ясуо. Его стабильно банят каждую вторую игру. Посмотрим, повлияет ли на ситуацию появление его старшего брата. Завершился турнир Twitch Rivals по трем дисциплинам. Лор, TFT и League of Legends. В турнире по лиге наша команда дошла до полуфинала. И суммарно по очкам заняла четвертую строчку, хотя были очень близки, чтобы занять третье место. Как итог, они получат 10 тысяч долларов за набранные очки и полторы тысячи за первое место в Legends of Runeterra. В команде было 6 стримеров, так что каждый должен получить почти по 2000, а это около 130 тысяч рублей. Поздравляем ребят! Они выступили достойно и будем надеяться, что не в последний раз. Александр Дартзак-Щербаков Александр Дартзак-Щербаков, самый известный гайдер СНГ, во второй раз проводит уникальный обучающий стрим и всех на него приглашает. В этот раз тема семинара «Как разбить стеклянный потолок, блокирующий рост вашего рейтинга в лол». Или проще «10 шагов к избавлению от низкого рейтинга». Подавляющее большинство игроков подолгу засиживается на одном ранге, но подняться выше гораздо проще, чем вы думаете. Миссия Зака – поднять общий уровень игры в СНГ и создать мощное комьюнити. Именно с этой целью он и его команда создали проект «Академия легенд», которую также покажут на этом стриме. Первый поток школы «Академия легенд» уже завершился и оставил после себя хорошие отзывы. 80% учеников за три недели поднялись на два дивизиона и выше, а одному из них удалось взлететь аж на шесть дивизионов, на порядок подняв свое понимание игры. Стрим пройдет 30 июля, в четверг в 19.00 по московскому времени. Зарегистрироваться на стрим можно, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Не пропустите! В общем, очень похвальная инициатива. Будем надеяться, что все это поможет вырастить новое поколение легендарных игроков. На ПБЕ появилась серия изображений, которые очевидно относятся к будущему комбо-стрелку в стиле Данте из Devil May Cry. Слева вы видите новую эмоцию, а справа, вероятно, маски эффектов. И судя по всему, Riot вполне осознанно закинули эти файлы на ПБЕ, поскольку все изображения в названии имеют Easter Egg, что переводится как пасхальное яйцо. Секретик, заложенный разработчиками. Ну и, конечно, тизерят нам имя чемпиона. Самира. Riot вовсю стремятся выполнить свою новую норму. Шесть чемпионов в год. В первой половине был один лишь сет, так что теперь нас расстреливают новыми релизами. А ведь впереди еще три новых чемпиона. Фуф, Riot. Попридержите коней. Дайте разобраться с тем, что уже есть. Шокирующая новость. Пользователь под ником Каинен обнаружил фундаментальную ошибку, которая вносит дисбаланс в силу синей и красной стороны. Оказалось, что дальность атаки осадных миньонов красной команды на 20 единиц ниже, чем у синей. Таким образом, с одной стороны базовая дальность была 300 единиц, а с другой – 280. Самое удивительное оказалось то, что этот дисбаланс присутствует с альфа-версии. То есть более 10 лет. Скорее всего, именно в этом заключалась причина, по которой синяя команда побеждает, если чемпионы не покидают базу. Просто за счет миньонов. Разница минимальная, но телеги красной команды требуются проехать чуть дальше, чтобы начать атаку. И все это приправлено удивительным совпадением, что почти в то же время это заметил один из разработчиков Riot. И пару недель назад уже ввел фикс на тестовом сервере, который исправил этот дисбаланс. Так что уже в следующем патче мы проснемся в прекрасном мире сбалансированных телег. Пользователь реддита под ником Филарис обнаружил один забавный момент, связанный с клятвой рыцаря. Этот предмет связывает чемпиона с одним из его союзников, что дает владельцу плюс 20 брони, если они находятся рядом, и плюс 15% скорости передвижения при направлении в сторону союзника. И тут есть интересный момент. Когда Юми садится на союзника, ее положение находится в той же точке, что и у чемпиона-переносчика. Таким образом, в какую бы сторону не пошел чемпион, он всегда будет идти в сторону Юми. И если он соберет клятву рыцаря и свяжется с кошкой, то получит постоянное ускорение и баф защиты. К тому же, 12% от урона Юми будет конвертироваться в лечение. Клятва стоит всего 2200 золота, так что ее легко можно собрать вторым предметом и получить хорошее усиление в средней стадии игры. Как итог, предмет даст 250 здоровья, 60 брони, 10% скорости перезарядки, 15% скорости передвижения и лечение на 12% от урона Юми. Пожалуй, это может стать вторым дыханием для связок Юми с Гекаримом, Мундо, Сиджитом и Гареном. Не исключено, что это будет неплохо работать и с Лилией. Нам кажется, что она может извлечь много пользы из такого сотрудничества. А что думаете вы? Есть идеи для каких-нибудь связок? И да, если вы решите опробовать эту фишку, то не идите сразу в ранкиды, а протестируйте для начала в обычных играх. Хошаншин, один из самых популярных западных стримеров среди СНГ комьюнити, получил перманентный бан на Твич за совращение малолетних. Звучит очень жестко. Но давайте по порядку. Пару лет назад несколько девушек, которые на тот момент были несовершеннолетними, рассказали, что Хошаншин флиртовал с ними в переписках. Тогда стример все успешно опроверг. Однако на днях к обвинениям присоединилась полупрофессиональная киберспортсменка Майя Калтис Хэнкель. Она обвинила стримера в том, что он флиртовал с ней три года назад, в 2017 году, когда ей было 15 лет. Сначала он отрицал правдивость этого обвинения, однако спустя некоторое время все же признал, что тогда действительно кое-что было. Он написал, что готов к хейту в свой адрес и выразил надежду, что когда-нибудь найдет прощение. В мобильный Вайлдрифт собираются ввести систему отношений. В ней можно будет фармить очки с друзьями, чтобы повышать уровень близости. Получать очки можно как за совместные игры, так и за подарки друг другу. Будет представлено 4 вида статусов. Ионийская пара, пилтоверские друзья, ноксианские братья и просто близкие друзья. Такие связи позволят получать уведомления, когда друг будет заходить или выходить из сети. Оповещением будет сопровождаться и каждое повышение рейтинга, а тип отношения партнеров будет отображен во время загрузочных экранов. Ну а как вы считаете, нужна ли такая система в ПК-версии Лиги? Несмотря на первое место в регулярной стадии Итальянской Лиги, команда СНГ-саппорта Эдварда и тренера Му под названием Эмкерс проиграли в полуфинале. Что примечательно, проиграли они команде Раккун, в которых также есть два СНГ-тренера. Один из них – Негатив, который весной тренировал состав М19. И независимо от того, победит ли команда в финале, они уже попадают на ЕУ Мастерс, главный турнир для всех национальных лиг. Также прошли в финал Сектор 1 из Бельгийской Лиги, в состав которой входят саппорт Савиор и тренер Шорти, основатели Фьючер Перфект. Ну и конечно же стоит отметить команду Ага Роук из Польской Лиги, которую тренирует Шаркс. Регулярный сезон они закончили на первом месте со счетом 12-2, а первая игра в плей-оффе пройдет во вторник, 4 августа. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как идут прикольные видосики. Ясо задержался с получением третьего уровня, и Люциан провел очень удачный трейд, оставив самурая почти без хп. И вот уже гонит его Смидо прямиком в ловушку к своим союзникам на топе. Вот только в этот капкан попались сами охотники. В штурме Нексуса запустилась настоящая королевская битва. И Акали буквально осталась в одиночку против целого сквада. Но не время отчаиваться, время бороться. Время нажимать на взрывную шишку. Этот пайк вам может показаться очень нерасторопным, но у него был план, и он его придерживался. Ворами нет возможности вернуться на базу, и всегда хочется полечь от выстрела башни, не дав голду противникам. Провернуть это непросто, но у этого Райза есть козырь в рукаве. Хоть сам он далеко и не Twisted Fate. Американская команда 100 воров на этой неделе показали один из самых нелепых ганков в истории про-сцены. Они вчетвером вышли на бедную Зои и впустую потратили 3 ульты. А команда противников за это бесплатно выпустили Герольда на боте и забрали дракона. В итоге победила синяя команда. Ох, от вас наверное не раз уходили противники на самых крополях. Но этот Герольд твердо стоит на страже справедливости. Ну как стоит? Скорее летит. Сегодня мы разыгрываем 4 замечательных скина. Духи цветения Ясу, Лилия, Вейн и Тимо. Условия как всегда предельно просты. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии к любой из новостей сегодняшнего выпуска. Не забыв указать свой ник в игре, и желаемый образ. Такие дела. Благодарим за просмотр. И конечно же спасибо армии наших спонсоров. Если ты вдруг решил поддержать нас и вступить в ряды избранных, то жмякай на кнопочку спонсировать. Заодно откроешь доступ в наш закрытый телеграм-канал, где мы публикуем всякие ништяки и просто общаемся с единомышленниками. А сейчас пиши, что думаешь о новостях прошедшей недели, смотри другие наши видео и подписывайся на канал. Ссылки на все новости в описании. Увидимся совсем скоро.